Кто-то опоздает, запись мы все будем вести. Хорошо, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня 26 сентября, сегодня вторник, 16 часов. И у нас сегодня очередной семинар, международный научный семинар «Моделирование и оптимизация транспорта и логистики», посвященный памяти Дмитрия Ильичасова. Тема сегодняшнего семинара – число независимых ученых колесных графов. Ну, там есть такое сокращение ВПФ от 2К плюс 1. Я думаю, что вы поймете, о чем пойдет речь. И докладчик сегодня Оксана Сергеевна Пичугина. Она представляет Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского, Харьковский авиационный институт. Это Харьков, Украина. Ну, и речь в докладе о применении техники, о квадратичных двойственных оценках ШОРа и функциональных представлений, дискретных множеств в явлении полиномиально разрушимых в случае такой задачи, как задача о максимально независимых множестве вершин графа. Поэтому пока мы перейдем к докладу, я бы все-таки... Камиль Раджавович, если можете, да, да, микрофон выключите, да. И немножко я возьму на пару минут слово. И почему? Потому что сегодня, ну, самый близкий день нашего семинара как раз к годовщине со дня смерти Дмитрия Ильича. Он ушел из жизни 30 сентября, сегодня 26-го. Поэтому мы этот семинар связаны как раз с одной из статей, где авторами есть Оксана Пичугина, Дмитрий Ильич и я. Речь шла о статье как раз вот именно с таким названием «Число независимости обобщенных колесных графов». Это такая здоровая по объему статья на 30 с чем-то страниц. И Оксана ее представит сегодня. Нашей целью было, вот, когда мы планировали конференцию, которая у них состоялась, мы хотели этот доклад представить одним из первых. В марте, но этой конференции не суждено было сбыться. Ну и, в принципе, статью саму мы готовили немного раньше. Это был 21-й год, где-то, ну, начало 21-го года. И за основу была выбрана как раз одна из ключевых тематик Навмазусилича, которая связана с квадратичными задачами многоэкстремальными и некоторыми способами обоснования глобальных экстремумов таких квадратичных задач. Что это за техника, немного сегодня, я думаю, станет известно из нашего этого доклада. А я очень хорошо запомнил 2008 год. Это была первая конференция, которая проводилась тогда в Тишиневе. Вот первая конференция ММОТИ тогда. И именно как раз с этой тематикой у меня был связан доклад. Он назывался «Оценка Шора для взвесочного числа значительности ВП совершенных графов». И как раз она речь шла о наших исследованиях, что можно показать и что следует со второй оценкой Шора. Вот это направление как-то потом немного заглохло и было восстановлено, в принципе, по инициативе Дмитрия Ильича где-то в 2019-2020 годах. Поэтому вот та статья, которая есть, это результат 21-го года, то, что у нас вышло по вот этой тематике. Доклад представит Оксана Сергеевна Печурьева. Так что если я уже ее представлял, так что мне, думаю, что был бы Дмитрий Ильич, он бы нам составил хорошую компанию, представление этой тематики, ну, Мазу Ильича, потому что она очень нравилась. Это немножко такой, как бы, отход классических вот этих задач и связан он с оценочными задачами, которые получены лагранжевые релаксации для задач квадратичного, ну, не квадратичного программирования, а для квадратичных экстремальных задач. Мазу Ильич, минимизируется квадратичная функция. Да, у меня все. Пожалуйста, Оксана, я вас задержал, не думаю, что надолго сейчас скажу, на 5 минут почти, поэтому давайте, как мы договаривались, если в 40 минут вы уложитесь, значит, где-то в 16.45 мы можем перейти к обсуждению доклада. Пожалуйста, вам слово. Да, и у меня просто ко всем участникам нашего семинара сегодня есть просьба отключить микрофоны, чтобы лучше было слышно доклад, докладчика, чтобы не было лишних помехов. Поэтому, пожалуйста, все, у кого включенный микрофон, отключите его, пожалуйста, и включенным мы его оставим только у Оксаны Сергеевны. Да, пожалуйста, Оксана Сергеевна. Добрый день, уважаемые участники семинара. Я благодарю его организаторов за предоставленную возможность выступить данным докладом «Канон годовщины памяти Дмитрия Ильича Соломона». Доклад посвящен нашей совместной публикации, которая вышла совсем недавно и которая развивает направление, основанное Наумом Зусилевичем Шором, и которое касается двойственных оценок задач в квадратичных оптимизационных задачах с квадратичными ограничениями, в том числе и тех, которые используют функциональные избыточные ограничения. Также мы рассмотрим применение этой теории к решению задачи о максимально независимом множестве графа. В указанной публикации мы развиваем результаты Шора на класс совершенных обобщенных колесных графов. Но в докладе я дам обзор всех результатов по данному направлению, известных на сегодняшний момент. Также я хочу сказать, что я представлю результаты эти в несколько другом ключе по сравнению с ранними публикациями, поскольку я буду использовать элементы моего основного научного направления, это эвклидовая комбинаторная оптимизация. Мы изучаем, в частности, способы погружения комбинаторных множеств эвклидового пространства и разные способы. И, соответственно, решение полученных комбинаторных задач в зависимости от способов погружения. Также еще один как бы сфера интересов научных – это аналитические способы представления комбинаторных множеств, которые мы называем функциональными представлениями. Это касается именно тех комбинаторных множеств, которые уже погружены в эвклидовое пространство. Это порождает, соответственно, множество новых математических моделей для задач комбинаторной оптимизации и расширяет, соответственно, возможности, ну, как бы множества методов, применимых к их решению, и возможность более эффективного их решения. А для каких-то задач вообще возможность их решения. Так, например, если мы вот рассмотрим вот задачи о максимальном независимом множестве, областью поиска является множество BN, 0,1 векторов, которое называют в литературе иногда булевым множеством, чаще в русскоязычной, в англоязычной бинарным множеством. Ну, так вот, условия принадлежности точки вот этому множеству можно представить также аналитически при помощи непрерывных функций вот таким вот образом. Известное представление, которое определяет вот это условие 0,1 с помощью квадратного уравнения. В результате геометрически получается, что множество BN формируется в результате пересечения пар гиперплоскостей параллельных координатным. Это представление не единственное. Вот тут даны еще два из таких представлений. Одно представляет это же множество, как пересечение единичного гиперкуба и гиперсфера описанной. И последнее представление – это та же гиперсфера и еще одна гладкая поверхность, называемая суперсферой четвертой степени, которая вписана в него. Соответственно, BN – это множество точек касания этих двух гладких поверхностей. В рамках той теории, о которой мы будем говорить, нас интерес представляет вот именно квадратичные представления. Одно и второе – мы будем использовать вот это. Но, соответственно, и для этого представления тоже может быть найдено позже применение. Напомню, что такое задача максимально независимого множества графа. Мы имеем неориентированный граф G с множеством вершин V от G и множеством ребер E от G. Независимым множеством этого графа называется подножество его вершин, которые являются попарно-несмежными, то есть выполняется вот это вот условие. Задача о максимальном независимом множестве Maximum Independent Set Problem MIS нацелена на нахождение независимого множества максимальной мощности, множество S со звездочкой, и количество элементов в этом множестве, его мощность называется числом устойчивости графа, обозначается αG. То есть задача вот у нас такая – найти αG при условиях, при вот этих дополнительных условиях. Тут эта задача, как видно, она не сформулирована на векторах евклидового пространства, а она сформулирована в терминах элементов независимых множеств. То есть это то, что называется классическая задача комбинаторной оптимизации, Combinatorial Optimization Problem of COP. То есть если мы говорим о вот такой вот самой обобщенной задачи комбинаторной оптимизации, то мы ее можем поставить таким образом. Пусть у нас π – это область поиска, которая является некоторым комбинаторным множеством, таким как множество перестановок, размещение, множество графов и так далее. А π' – это допустимая область, выделенная в этом множестве. Тогда задачей комбинаторной оптимизации является задачей поиска оптимальной комбинаторной конфигурации π со звездочкой, доставляющей экстремум функции f от π в допустимой области. Узкий класс задач комбинаторной оптимизации формулирует эту задачу на точках евклидового пространства. И такие задачи мы называем евклидовыми комбинаторными оптимизационными задачами и COP. В этих задачах областью поиска является подможество евклидового пространства, ну и допустимое множество их штрих выделяется в этом множестве. Задача снова же таки теперь состоит в поиске оптимального вектора х со звездочкой, которые снова же таки доставляют экстремум соответствующей целевой функции в допустимой области. Конечно же, для того, чтобы применять методы нелинейного программирования, в том числе дискретного программирования к решению этих задач, нам нужно перейти от вот такой вот постановки комбинаторной COP, которая не является и COP, именно к такой задаче. И это, соответственно, отдельная область исследования для задачи о максимальном независимом множестве. Это погружение является простым, как раз о нем я и скажу. Когда мы говорим о переходе от задачи COP к ЕСИОП и решаем эту задачу уже в евклидовом пространстве, то нам нужно, чтобы эта задача позволяла восстановить решение исходной задачи. То есть существовало, было известно вот это отображение, которое позволяет найти вот эту оптимальную конфигурацию P со звездочкой. Теперь вернемся к задаче о максимальном независимом множестве. Тут в данном случае нам нужно найти вот это максимальное независимое множество и число устойчивости графа при условиях 1-2, приведенных выше. Это задача, это СИОПИ. Для того, чтобы ее превратить, преобразовать в СИОПИ, существует стандартный способ, который позволяет любое множество представить в виде, с помощью характеристического вектора. То есть, иначе говоря, мы будем брать в качестве, если у нас ПИ, это будет там некое подможество вершин, то ему мы ставим, соответственно, характеристический вектор инцидентности, который равен единице, если вершина входит в это множество и ноль в противном случае. Вот. То есть, уже в этих терминах мы можем переформулировать нашу целевую функцию уже в такой форме. И теперь осталось записать условия, что мы работаем в допустимой области, только во множестве независимых множеств. И это тоже несколько способов, как это условие записать, сейчас будет представлено. Вот. Переходя к... Тут много условий. Я перечислю их последовательно, как каждая из них связана с другим. Итак, у нас будут, у нас существует, вот в еклидовых постановках МАЭС, существует три группы, ну, три группы ограничений. Вернее, присутствуют всегда две группы ограничений. Обязательно присутствуют вершинные ограничения VC. Потом будет либо H-constrained, это реберные ограничения VC, либо кликовые ограничения CC. Либо те, либо те. Так вот, что касается вершинных ограничений, это просто условия, что наша область поиска это 0,1, где, ну, каждая переменная представляет вершину. Это условия, как мы уже там указывали выше, можно представить вот в виде вот такого квадратичного уравнения. Это будет у нас непрерывное вершинное ограничение CVC. Теперь также мы будем рассматривать полиэдральные релаксации задачи. И, соответственно, это условие, ослабляя, приводит вот этому просто двустороннему ограничению на переменные условию того, что точка принадлежит единичному гиперкубу. Теперь, что касается реберных ограничений. По условию, что такое, если мы рассматриваем ребро графа, то его, соответственно, инцидентные вершины и йод не могут быть одновременно в независимой множестве. Соответственно, сумма координат хит и хит принимает значение только 0, либо 1. Это будут бинарные реберные ограничения B и C. Соответственно, применяя это же квадратичное представление, мы получаем вот такое условие. Это будет уже непрерывное реберное ограничение C и C. Теперь, переходя к релаксации, полиэдральной релаксации, мы получаем уже теперь вот это двустороннее ограничение. И поскольку эта группа с этой группой всегда используется одновременно, то вот это условие можно ослабить. И вот для этого ограничения на сумму координат мы будем ссылаться как линейное реберное ограничение и L и C. Аналогично обобщением вот этих реберных ограничений является кликовое ограничение. То есть, если у нас известно или мы можем найти множество клик в нашем графе, то тогда мы можем усилить, ну линейно, по крайней мере, модель, усилить таким вот образом, приходя от реберных ограничений к кликовым ограничениям. И тут точно так же у нас, если клика, поскольку клика это полный граф, то только не больше одной вершины этого графа может, под графом может принадлежать независимому множеству. Соответственно, сумма координат по клике может быть только 0,1, бинарная. Соответственно, применяя снова же такие вот это квадратичные условия, мы можем преобразовать это вот в это условие. Теперь ослабить он по аналогии, можем так. И, наконец, ослабить еще раз, выбирая вот это левое ограничение. Будет еще одна группа ограничений, это будет линейное кликовое ограничение. Ну и еще, но если вот в литературе, как правило, в моделях, которые описывают нелинейным образом МАЭС, встречается вот такое ограничение, то это ограничение тоже непосредственно получается уже приведенных выше путем упрощения. То есть если мы раскроем скобки и упростим, используя то, что на буле во множестве вот это 0, мы как раз получим точности это ограничение. То же самое касается клик. То есть мы можем преобразовать аналитически, упростить, используя другое условие, и получим кликовое ограничение уже вот в такой форме. Это будет у нас квадратичное реберное и квадратичное кликовое ограничение. И теперь в итоге мы получаем таким образом NEC 20, по сути дела 20 различных моделей МАЭС, невклидовых постановок МАЭС, в которых одна и та же цельвая функция, одно вершинное ограничение, одно из двух, и одно из вот этих вот реберных ограничений, их аж 10 вариантов, реберное либо кликовое ограничение. Таким образом получаем аж 20 различных моделей, которые могут находить свою область своего применения. Теперь перейдем к понятию такому, введем в рассмотрение многогранник, который называется стабадже. Стабадже – это многогранник, это выпуклая оболочка векторов инцидентности независимых множеств графа. Если мы это все записываем в терминах эвклидовых постановок МАЭС, то получается, что в качестве области поиска в нашей задаче является множество BN, множество более бинарных векторов. Допустимое множество – это множество тех векторов, которые являются образами независимого множества, и плюс целевая функция. Вот у нас получается евклидовая постановка этой задачи. Переходя от этого условия к условию принадлежности выпуклой оболочки, мы приходим к полиэдральной релаксации этой задачи. И вот именно, ну это общая как бы теория, а традиционно вот этот многогранник, выпуклая оболочка, допустимое множество в данной задаче, обозначается Стабадже. Помимо Стабадже мы вводим еще в рассмотрение его внешнюю аппроксимацию, Эль Стабадже. Эль Стабадже – это будет некоторый многогранник, который удовлетворяет, ну, определяем некоторым множеством ограничений, который включает многогранник Стабадже, то есть является его внешней аппроксимацией, линейной аппроксимацией. Вот существуют случаи, когда для графа эти многогранники Стабадже и Эль Стабадже совпадают, то вот как раз это и будет предметом нашего интереса, и мы вводим, вводим как бы, ну, некоторое количество, перечисляем информацию, которая уже известна в нашем направлении, и как бы ее обобщаем вот таким вот образом. То есть у нас, если это условие выполняется, то для графа вводится как бы некое понятие, что он является G-отель граф, где G-отель определяется из таблицы. Вот так, например, если мы вот берем у нас L и G-отель, если у нас мы речь идем об F-стаб, если F-стаб равен стаб, то граф называется будет вводольным графом. Если тут будет Q-стаб равен стаб, то мы имеем дело с совершенным графом. И так далее, тут есть несколько семей с графом, в том числе вот это вот колесный граф и обобщенный колесный граф. И здесь для иллюстрации представлено как раз колесо, нечетное колесо и нечетное обобщенное колесо. Они, оба этих графа, строятся на основе нечетного цикла, в данном случае это цикл C5. Колесный граф W5.1 – это граф, который построен на основе C5, и плюс добавляется центральная вершина, шестая, и соединяется со всеми оставшимися вершинами этого цикла. Если мы говорим про вот этот граф, это W5.3 – это обобщенное колесо 5.3, которое строится из двух графов. Это три клика и граф C5, и каждая вершина этой клики соединяется с каждым вершином этого цикла. Мы введем также обозначение для решения полиэдральной релаксационной задачи, то есть это максимум на вот этом многограннике L-стаб, это будет альфа L со звездочкой от G. Естественно, это будет верхняя оценка для альфа G, но поскольку, если мы говорим о вот этих перечисленных таблицах графах, типах, то в данном случае, поскольку многогранник L-стаб совпадает с L-стаб, эта оценка превращается просто в равенство, в уравнение. То есть для этого случая у нас имеется строгое равенство. Теперь перейдем к последовательной, для того, чтобы задать уже окончательно, ну как полностью эти все многогранники, нам надо определить, каким ограничением вот этой C от L они должны удовлетворять. И начнем с самого простого. Первый многогранник F, это в литературе дробный многогранник, Fractional Polytop, F-стаб, это множество точек, которые удовлетворяют ограничения, что это, ну, точка в гиперкубе, и также линейные реберные ограничения, X и T плюс X и T, а меньше равно единице. Это вот этот многогранник. Теперь кликовый многогранник, то же самое. Это многогранник Q-стаб, и здесь теперь используется вместо реберного линейное кликовое ограничение. Соответственно, получается, что если для графа G F-стаб совпадает со стабом, то мы имеем дело с двудольным графом. Это условие, в принципе, оно может быть сформулировано в обе стороны. Граф является двудольным, тогда и только тогда, когда вот это выполняется. То же самое касается и совершенных графов, и многогранник Q-стаб. Теперь известно, что если в графе присутствует хоть один нечетный цикл, то уже вот эти оба выше приведенных многогранника, они являются нецелочисленными. И для того, чтобы, ну, соответственно, для того, чтобы сформировать стаб, многогранник стаб, нам нужно найти, добавить какие-то рабочие неравенства. Ну, и вот это вот неравенство, это от констрейт будет нечетное, ну, циклическое неравенство, касаемо именно нечетных циклов, говорит о том, что они выражают условия того, что независимое число цикла, нечетного цикла, не превышает половины его вершин. Соответственно, вот мы имеем вот такое вот условие. Если мы это условие дополняем для всех всевозможных циклов, которые могут быть в графе в зависимости от его размерности, то мы как раз получаем какую-то там новую систему неравенств, которую мы обозначаем за constraint OSCC. И тогда это ограничение, добавляя к выше приведенным F-стаб и Q-стаб, мы получаем два новых многогранника, то есть это будет C-стаб, то есть это многогранник, по сути дела, F-стаб, дополненный вот этими циклическими ограничениями, и многогранник H-стаб, который дополнен, ну, это многогранник уже Q-стаб, кликовый многогранник, дополненный вот этими циклическими ограничениями. Ага, хорошо, да. Ну, соответственно, вот таким именно образом вводится два, ну, два семейства, можно ввести два семейства графов и определяется типы графов, тип ТЭП совершенный и АЖ совершенный. И, наконец, еще следующим этапом это является дополнение новых еще рабочих ограничений, дополнение к выше приведенной, это ограничение на то, что тоже на ограничение по независимому числу для нечетных колес. Для нечетных колес ограничение похоже на предыдущее, оно использует вот эту центральную дополнительную вершину. И подобное же ограничение обобщает это же ограничение на случай, когда у нас есть клика и есть нечетный цикл. То есть здесь вот эта вся совокупность вот этих колесных и обобщенных колесных ограничений предполагает добавление в систему ограничений всевозможных вот таких вот условий для различных П и для различных К. И, соответственно, добавляя эти условия к многограннику, который перед этим был, это был Т многогранник, а не Т, а С многограннику, мы получаем снова же таки два семейства, два семейства, одно из которых это получается колесный многогранник, а второй будет обобщенный колесный многогранник. Точно так же можно заменить здесь вот эти ограничения на кликовые, мы получим еще какие-то дополнительные, то есть можно ввести еще там семейство многогранников. И вот в таком случае, таким вот образом, при помощи этого многогранника мы вводим в рассмотрение новый тип графов, который является вот это обобщенные колесные совершенные графы. Ну и теперь, как вот введение этих семейств, как связано вообще с решением задачи максимальной независимой множести, что это нам дает. Напомню коротко о вот этой, о теории, как раз Шоровской теории свойственных квадратичных оценок. У нас рассматривается задача, которая в данном случае обозначается проблем 0, задача 0, в которой ищется максимум квадратичной функции, квадратичной либо линейной функции, обозначается это значение 0 с звездочкой, и есть дополнительные ограничения неравенства и равенства. Каждая из функций, соответственно, определяется там матрица квадратичной формы. То в качестве вот этого, то, что называется simple bound или первая оценка Шора, это psi со звездочкой, это оптимальное значение двойственной задачи к этой прямой задачи. Для того, чтобы ее получить, мы вводим в рассмотрение вектор двойственных переменных, первые координаты которого не отрицательные, остальные могут иметь произвольные значения, формируем Лагранжиан, функцию Лагранжа, потом по ней мы берем супремум по иксам, а соответственно, и каждая из этих функций для любого у является верхней оценкой для нашей функции, нас интересует как можно более точная оценка, поэтому psi со звездочкой – это инфимум этой функции на этой допустимой области. Решение задачи поиска этой оценки зависит от ситуации. Функция Лагранжа, учитывая вид целевой функции, она будет квадратичной по иксам, и соответственно, их характер решения задачи зависит от того, в какую область попадает у, то есть какое у, либо матрица квадратичной формы КАТУ отрицательно определена, положительно определена, либо между ними, все остальное. То в одном случае у нас целевая функция будет неограничена сверху, и мы устанавливаем Q нулевой со звездочкой равной плюс бесконечности. Если мы находимся в области омега-минус, то задача простая, ее можно решить, ну, оптимально, да, решить как решение линейной системы линейных алгебраических уравнений, и, наконец, самая сложная ситуация, это когда мы попадаем в область омега со звездочкой, там в данном случае матрица КАТУ будет сингулярная, и, соответственно, решения этих систем линейного уравнения будет множество, там будут точки негладкости, и все-таки к этой задаче, к решению этой задачи можно применять тогда методы негладкой оптимизации, такие как R-алгоритм Шора. Теперь, что касается улучшенной оценки или второй оценки Шора, то есть эта оценка, его идея состояла в том, что за счет избыточных ограничений и добавления избыточных ограничений, функциональных избыточных ограничений в нашу задачу и решение, и потом получение двойственной оценки позволяет улучшить качество этой оценки. То есть это имеет смысл, несмотря на то, что сама допустимая область при добавлении этих ограничений не меняется. Вот эту оценку новую обозначается ПСИ-1 со звездочкой, и это будет оптимальное значение значения двойственной задачи, в которой добавляется к исходной, задача 1, в которой добавлены эти избыточные ограничения. Ну, естественно, по построению понятно, что эта оценка не будет хуже, чем была предыдущая оценка. Ну, и плюс, значит, вот эта сложность решения получения вот этой оценки ХСИ со звездочкой, учитывая даже вот эту всю негладкость и все, она является полиномиальной по количеству переменных и по количеству ограничений. То есть в одном случае это будет М квадрат, в другом случае М плюс Л квадрат. И вопрос возникает теперь следующий. Имеет ли смысл, в каких случаях, как построить эти дополнительные ограничения, чтобы оценка могла быть улучшена? Вот тут представлены два способа, как можно построить вот эти ограничения, одно из которых это просто сложение соответствующих уравнений или неравенств, во втором случае это умножение там левых частей неравенств, там со сменой знака, либо с сохранением знака. Вот следующая лема показывает, что первый способ не является целесообразным, поскольку если наше ограничение, ну это в данном случае лема сформулирована для ограничений равенств, то есть если мы берем ограничения равенств и начинаем их как-то комбинировать в виде линейной комбинации, это не может улучшить оценку. Подобный же результат можно получить и для неравенств, а вот этот способ умножения, то есть изменение типа неравенства в ходе преобразования, это является, ну это оказывается целесообразным. И теперь вот я непосредственно этот подход, я покажу применение на примере МАЭС-задачи. В данном случае в качестве вот этой кюрсы на любое созвездочное будет выступать альфа от G. Теперь оценки мы будем обозначать, добавлять G, чтобы подчеркнуть, что это оценки. Ого, так это не людей, это просмотров. Вот 11 миллиардов это много, больше людей, чем людей. Владимир Викторович, если можно погасить. Что-то у меня, вы видите меня? Да-да-да, я вас вижу. Что-то подвисло сильно. Я не знаю, какой-то был странный звук. Да, вот, значит, и так, вот это вот обозначение для этих двух оценок. Постоянно какие-то звуки, я не знаю. Вот, значит, преобразование будем делать над двумя моделями. Первое, это будет непрерывная квадратичная МАЭС-модель, МАЭС-модель, которая используется, ну, наша обычная целевая функция, альфа от G максимизируется, плюс берутся вот эти вот CVC, непрерывные вот эти вот квадратичные ограничения вершинные, потом квадратичные реберные ограничения, и берутся релаксационные задачи, соответственно, релаксация для этого ограничения это 0,1 для иксов, и релаксация для вот этого ограничения линейно, икс и т плюс икс и т меньше равно единице. Подобные точно так же могут быть в этой модели использованы и кликовые ограничения, но я остановлюсь только на реберах. И теперь вот, если мы берем, вот для того, чтобы сформировать эти избыточные ограничения, мы берем ограничения реберные, переписываем их там в указанном виде, переносим все в левую часть, соответственно, вот эти двусторонние записываем двумя совокупностями и начинаем комбинировать одно с другим. То есть в результате вот комбинации одного с другим перемножением мы формируем шесть совокупностей, каждый из которых может найти, по-видимому, свое какое-то применение, но для дальнейшего изложения нам нужна вот эта совокупность, которая вот здесь вот записана уже в таком виде, который вы можете встретить в литературе, на котором это и есть избыточные ограничения, суперфлорус констрейт, которые нужны для обоснования. И теперь как бы сама суть того, как обосновывается полиномиальная, то есть оценку кси со звездочкой и кси со звездочкой мы можем получить за полиномиальное время. Теперь вопрос, но мы утверждаем, что для вот этих указанных в таблице графов мы можем получить за полиномиальное время при помощи этих оценок, то или другое, мы можем получить значение альфа-джет, то есть мы можем точно решить задачу, ну без конкретного независимого мышца, но оценка, как бы само оптимальное значение мы можем не оценку, а само оптимальное значение мы можем получить. И идея состоит в следующем. Поскольку мы работаем, мы в данном случае у нас стаб совпадает с стаб, то есть да, в этом случае разрыва двойственности вот в этих двойственных оценках отсутствует. Таким образом, вот эта оценка кси со звездочкой, она совпадает с тем самым, она совпадает с оптимальным самим значением этой задачи. Вот, поэтому получается так, то есть мы что делаем? Мы в первую очередь обосновываем для того, чтобы как бы показать, мы обосновываем, что если мы берем квадратичную задачу и вот те ограничения, то некими преобразованиями с этих ограничений мы можем получить эти ограничения. То есть, иначе говоря, эти ограничения являются релаксацией этих ограничений. Как только мы это доказали, мы обосновываем вот эту оценку, а потом, учитывая то, что, учитывая вот это равенство, мы получаем, что эта оценка, это значение совпадает с ними обоими, и таким образом альфа-адже мы получаем, ну, эта оценка точности совпадает с числом независимости графа, и это обосновано ранее для глудольных и совершенных графа. Теперь для всех оставшихся причисленных графов нам уже, у нас уже нет возможности доказать вот это вот, поскольку для этих графов у нас в системах присутствуют еще дополнительные ограничения, будь то циклическое ограничение или колесное, или обобщенное колесное ограничение, то есть в данном случае уже не дает результата применения, ну, как бы доказательства для первой вот этой оценки, поэтому в данном случае, а что помогает? Это помогает в нашу систему вот эту квадратичную добавление вот того указанного семейства избыточных ограничений, и, соответственно, как только мы его добавляем, имея его, мы можем доказать, доказать, что отсюда вытекают и линейные циклические ограничения, и линейные колесные и все остальные. То есть вот как только мы доказали это, то мы тогда обосновываем, что вот эта оценка, все один со звездочкой не превышает вот этой линейной аппроксимационной оценки, а как следствие у нас получается вот это, то есть иначе говоря, мы обосновываем то, что получив эту оценку, мы решаем автоматические задачи о максимальном независимом множестве. Итак, в данном докладе я представила основные идеи выше приведенной публикации. Эти результаты могут быть расширены в нескольких направлениях, ну таких как рассмотрение новых задач, ну в дополнение к МАЭС-задачи, рассмотрения новых задач комбинаторной оптимизации, потом поиск новых рабочих ограничений многогранника стаба G, соответственно введение новых классов в совершенных графах, потом для них обоснование полиномиальной разрешимости для альфа G, ну получение альфа G. При этом, как я надеюсь, применение могут найти и другие вышеперечисленные функциональные избыточные ограничения. Ну и еще я не затронула тот момент, что это вся теория, ну то же самое мы можем применять и для любого графа, только единственное, что тут уже мы говорим только об оценке, то есть если мы применяем это для любой задачи, то мы говорим, что таким вот образом мы получаем некоторую оценку, которая напрямую не связана с вот этой линейной аппроксимационной оценкой. То есть, ну в любом случае, я думаю, что она должна быть, ее нахождение является целесообразным. Вот то, что я хотела сказать. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Оксана, Влад. Вы идеально уложились во время ровно 45 минут. Даже на минуту раньше. Я начала в 0,5. Так что спасибо большое. Да, пожалуйста, если есть вопросы к Оксане, давайте мы там или руку поднимаем. Да, есть вопросы. Есть вопросы. Анатолий Иванович, пожалуйста. Добрый день. Ну вот мы, так сказать, насколько я понял этот доклад, что вы рассматриваете задачи на графах, которые сводятся к квадратичным, так? Правильно я вас говорю? Да, да, да. Квадратичным. Да, и вы, конечно, в счете можете решать квадратичные задачи. Значит, но если там квадратичные невыпуклые, то двойственность, там разрыв двойственности идет. То есть вы можете привести хоть один пример квадратичной задачи с невыпуклыми квадратичными функциями, вот такой более-менее содержательной, для которой разрыв двойственности будет равен нулю. Вот. Что это за целевая функция квадратичная и что это за ограничение? Вот. И если вот ее решать, если сводить двойственность, то мы получим разрыв двойственности равен нулю. В идее там какой или выпуклые задачи? Это конкретный пример. Вы спешли, я думала, что это. Попросим на помощь из зала Петра Ивановича, он знает. Анатолий Иванович, если можно, я приведу вам пример из доклада Окса. Если взять двудольный граф, тут есть вершины, есть вторая доля вершин, вторая часть, и связаны они только между собой. И если выставляются только ограничения икси плюс икси меньше либо равно единице, минимизируется сумма икси, и выставляются булевые ограничения икси в квадрате минус икси равно нулю, то вот эти ограничения икси плюс икси меньше либо равно единице, если их заменить на ограничение икси умножить на икси равно нулю, что также справедливо для квадратичной задачи, то разрыв будет нулевым и оценка будет... То же самое будет для совершенных графов, которых есть то, как и нет. Так а что представлять будет квадратичная задача? Это будет невыпуклая квадратичная задача. Нет, это будет невыпуклая квадратичная задача. Ну аппроксимация снизу, которая строится... Короче, люди, которые знали, что изведут, нет? Нет, ну если говорить об аппроксимации, то уже это другой случай, так как это не точная аппроксимация... Нет, секундочку, вы попросили квадратичную задачу, для которой разрыв равен нулю. Объясняю, что если мы выбираем двудольный граф, для него мы выписываем сумму, максимизировать сумму икси при ограничениях икси на икси равно нулю, если вершины связаны ребром, плюс икси в квадрате минус икси равно нулю для всех вершин, то оценка... Как может быть квадратичная задача будет выпуклой для этого случая? Ну как она может быть выпуклой при равенствах? Икси на икси на... Ладно, давайте... Да, Анатолий Иванович, я это самое... Да, я делаю то, что как бы да... Вот получается, что все перечисленные, вот все шесть семей из графов, которые я обозначила, сейчас Петр Иванович сказал только для этих двудольных, то же самое можно для совершенных графов и других семей. То есть если у вас граф именно такого вида, и выводите все эти ограничения, часть из которых будет линейные, часть квадратичные, но в любом случае задача не будет исходная выпуклая, то разрыв от двойственности именно по определению, что С100 равен стаб, Л100 равен стаб, он будет равен нулю, не будет разрыва. Доброе, дякую, да. Я могу привести, ну, совсем простой пример такой задачи. Максимизировать х квадрате при ограничении... А, ну, задана система векторов ЖК. Надо максимизировать х квадрате при ограничениях выпуклых, квадратичных. Х минус ЖК пополам, это все в квадрате, меньше равно ЖК пополам в квадрате. А что представляет собой допустимая множество? Такую задачу. Пересечение шаров. Пересечение шаров? Сколько шаров? А мы максимизируем х квадрата. Я понял. Сколько шаров? По отношению к размеру С100? Сколько угодно. Сколько угодно. Так вот, эта задача мультимодальная. И есть только там ограничения, если размерность меньше, то есть количество шаров в ограничениях меньше, чем размерность пространства. Это там, этот, как его из Израиля, да, такой результат получил. Сейчас я его не помню. Вот. Вот. Еще, если количество шаров больше, чем размерность пространства, то там проблема. Ладно, давайте мы немного ушли в сторону, вот в этот, Анатолий Иванович. Таких примеров, которые вы хотите, очень много. Мы их можем конкретно описать и вам прислать, если хотите. А смысл их будет такой. Берется граф, который удовлетворяет вот одному из тех свойств. Строится для него квадратичная невыпухлая задача. И оценка в этой задаче, построенная по правилу, о которой обсуждалось здесь, она будет являться точной оценкой сверху. Таких задач мы можем построить сколько угодно. То есть все зависит от структуры графа. Так что, если речь идет о примерах, которые вы хотите, то мы можем их построить просто на этих графовых задачах. Ну, а это немножко мы ушли в сторону от этого доклада. Да, пожалуйста, еще вопросы, если есть. Так, есть вопросы к докладчику? Я вижу, что в чате кто-то что-то написал. Это ссылка на книгу, да, есть. А, это ссылка на книгу. Экстремальная задача на графах. Ермолев Мельник. Просто Мельник наверняка знал Соломона, поскольку они оба из Молдавии. И Мельник был первый, кто защитился в Киеве. И он защитился у Ермолева как раз по этой тематике. И что я бы хотел прокомментировать. Это не вопрос, прокомментирую. Просто две недели назад рассказывала тоже по графам Марина Семенюта из Кропивницкого и сегодня Оксана Пичугина из Полтавы. В принципе, ну, это разные направления теории графов. Вот. И я бы хотел обратить внимание то же самое, что и в прошлый раз говорил, что тут очень важно иметь данные. Например, у нас еще Ермолева тоже занимался этими задачами Шила, Владимир Петрович. Причем он занимался очень серьезно задачей каме-важора. И занял второе место в мире. Задача каме-важора сводилась, чтобы объехать все населенные пункты Соединенных Штатов Америки. Вот. И вот это была база данных в одном из министерств. Вот. И я думаю, что если у нас нет такой базы данных, скажем, или не создали, хотя минифраструктура вроде собиралась что-то создать, то надо думать о создании таких средств и работы с ними. Потому что без этого, без этого, просто нам будет сложно каким-то образом, во-первых, привлекать молодежь, участвовать в каких-то прикладных проектов, поддерживать уровни доходов, инвестиций в эту отрасль. У нас, например, огромные инвестиции требуют суперкомпьютеры. И мы можем эти задачи спокойно решать на суперкомпьютере. Я не знаю, правда, надо спросить у Шила, какая максимальная размерность, какая там была разреженность. Вот. И потом двигаться дальше. Потому что, в принципе, мы можем много рассказывать то, что было у нас раньше, в принципе, неплохие георетические результаты. Но дальше, если двигаться успешно, нужно иметь данные. И на этих реальных данных решать задачи, видимо, используя суперкомпьютеры. Спасибо за внимание. Спасибо, Василий. Можно стандартный вопрос. Да, пожалуйста. Есть ли опыт использования вот этих оценок квадратичных невыполненных задач с дополнительными ограничениями для решения каких-то реальных задач? И есть ли программное обеспечение какое-то? Давайте на этот вопрос я отвечу, потому что он напрямую меня касается. Есть программа, которая предназначена для нахождения оценок в подобных квадратичных задачах. Эта программа называется ДСУТПР. И почему она так называется? Потому что двойственное решение задачи, квадратичной задачи. Вот это аббревиатура. Эта программа может работать для количества ограничений в виде равенства до несколько сотен, ну не несколько сотен, скажем, несколько десятков тысяч. Она была на таких проверена. С неравенствами немного сложнее задача, потому что речь идет о некоторых нахождениях, ну, указаниях стартовых точек. Иногда для неравенства этого сложно добиться. А с равенствами нет проблем. И она была проверена на некоторых задачах, которые касались там количества вершин в графах. Там 16, 18, 20. Что это означает? Что если строить все ограничения по типу троек для вот 16 вершин, ясно, что этих ограничений много. И доходили мы с десятков тысяч вершин. И, в принципе, программа справлялась с этим. Программа реализована на языке Фортран. Она использует некоторый алгоритм, который был опубликован в работе Шорст и Цюк. Это было в 1997 году. И вот эта программа докладывалась, по-моему, то ли в 99-м, то ли в 2000-м году на некотором семинаре, который проводился под эгидой Н.О. Мазусилича. Назывался это, ну, не семинар, это был короткий такой воркшоп по достижениям в области негладкой оптимизации. Так что некоторые расчеты такого типа есть. Но вопрос о реальных задачах, это немножко тема другая. В реальных задачах есть некоторая другая штука, которая есть. И то, что следует из этих оценок, следует неравенство такого вида, они могут добавляться к релаксированным задачам там линейным. И при этом что-то мы лучше получаем. Это тоже было пройдено. Но и там речь шла об очень больших размерах задачах. В частности, мы могли находить некоторые оценки для графа с вершинами, я скажу, 4 в седьмой степени. 4 в седьмой степени – это порядка 16 тысяч. Если это разделить пополам, это 8 тысяч чем-то. То есть до 8 тысяч чем-то для графа, который связан с гипотезой Келлера, мы такие расчеты проводили. Но ясно, что тут речь не шла о точной оценке, потому что с квадратичными оценками тут справиться нам не удавалось. А вот линейеризованные оценки, которые лучше, чем те, которые известны, мы находили. Вот как выглядит приблизительно ситуация с программными реализациями. Ну, вот эта тематика, как-то мы от нее немного отошли. Это были годы где-то 2007-2008. Ну, я надеюсь, что мы к ней вернемся еще с некоторых новых, новой колокольни. Потому что те задачи, которые были, они были связаны… Ну, квадратичная задача с чем связана? Она связана с нахождением максимального собственного числа симметричной матрицы, которая, я бы сказал, имеет очень плохую структуру в оптимальном решении. Что значит плохая структура? Это означает, что это максимальное собственное число имеет очень высокую кратность на фоне размера матрицы. Так, например, для графовых задач, которые связаны с помехоустойчивыми подами, для матрицы 64 на 64, кратность максимального собственного числа в оптимуме равна 58-59. То есть остается небольшая свобода на остальные вот эти перемены. И, в принципе, такая задача нахождения собственных чисел и собственных векторов в условиях такой высокой кратности – это есть большая проблема, и это было связано чисто с вычислительными проблемами, которые связаны с решением подобной задачи, которая нужна для вычисления. Поскольку сейчас компьютеры спрогрессировали, есть некоторые способы, которые мы можем опробовать, я думаю, что квадратичные оценки или программное обеспечение по квадратичным оценкам мы можем довести до более приличных размеров, порядка 100-200 вершин. Ну, а количество ограничений, которые следуют из функционально независимых вот этих всех подстановок, естественно, оно тоже растет в некоторой такой экспоненциальной зависимости, и поэтому, я думаю, что вот размер порядка 100 вершин, он реалистичен, и для него можно считать квадратичным. Вот приблизительно. Дмитрий Иванович, еще маленький вопрос. Вот обычно при решении общих квадратичных задач сейчас используется полуопределенная релаксация. Так вот, было бы интересно сравнить, где более точные оценки – полуопределенная релаксация или двойственные оценки. Это не делалось? В принципе, это делалось. Для некоторых задач вот эти оценки совпадают. Но вот в данном случае, вот, скажем, для задач, которые связаны с максимально независимым множеством, можно построить такого рода вот эти из квадратичных оценок вот некоторые полуопределенные вот эти релаксации, которые не следуют из семидефинит программинга там в явном виде вот описанных задач. В принципе, семидефинит программинга и двойственные оценки Шора – это находятся в некотором, я бы сказал, таком двойственном положении. То, что стоит за семидефинит программинга – это методы внутренних точек и очень хорошая практическая реализация, используя вот это все свойства полуопределенного программирования. У Нома Зусевича это выглядит иначе. То есть, есть некоторая функция, которая связана с нахождением некоторых матричных чисел, которые формулируются на уровне тех матриц, которые линейно зависят, ну, квадратичных матриц, которые линейно зависят от множителей Лаграджа. Поэтому вот эта задача есть ключевой. Нахождение максимального собственного числа такой симметричной матрицы – есть задача выпуклая. И вот в этой задачи нахождения минимального есть вогнутая задача. Поэтому методы недифференцированной оптимизации можно использовать для решения вот этих задач. И уже в зависимости от того, как входят коэффициенты вот эти множители Лаграджа вот в эту квадратичную форму и определяются те градиенты, по которым движутся вот это. Поэтому сравнивать тут оба подхода нет смысла такого большого. И вот ясно, что их невозможно сравнить, потому что за ними стоят совершенно разные техники. Но по поводу точности, вот, например, скажем, вы слышали доклад, когда добавлялось одно семейство функционально-избыточных ограничений. Но если добавить еще другие семейства функционально-избыточных ограничений, они тоже существуют, мы этими исследованиями занимались, то тогда можно обосновать строгую полиномиальную оценку для более широкого класса, ну, для более сильного класса графов, чем классы ВПСовершенненна. Да, ясно. Спасибо за вопрос. И если я что-то еще не ответил, ну, в смысле на этот счет, то, пожалуйста, мы можем посмотреть. Ну, я бы советовал, вот, кто хочет повнимательнее познакомиться с этой техникой. Эта техника стала основой книжки Наума Зусилича 1998 года, которая называется «Недифференцируемая задача и полиномиальные проблемы». Там, как бы, задачи на графах, они полиномиальные в том смысле, что они квадратичные. И ясно, что есть, например, для задачи максимально независимого множества вообще полиномиальное формулирование. Можно там описать в виде это произведений, потому что ясно, что цепочку мы можем отслеживать дальше, чем две вершины, описать через несколько. Поэтому вот такого рода модели задачи, они очень актуальны. Но есть там еще одна задача, такая известная. Это проблема Гильберта, проблема разложения квадратичных форм на сумму квадратов степеней, ну, меньших степеней. Так вот, для вот этой задачи есть ряд очень красивых результатов, которые дают некоторые ответы на известные там результаты этой проблемы Гильбертовской. Ну, они не дают окончательного алгоритма, как найти вот эти разложения. И это все делается на уровне как раз вот этих двойственных оценок, принадлежности. Ну, точнее, некоторым расширенным, я бы сказал, варианте выпуклого программирования. Потому что речь идет о функции выпуклой в некоторой выпуклой области. Вне области функция не определена, или она там доопределяется определенным образом. И граничные точки вот этого множества, где функция определена, они могут принадлежать как одной части, в которой там мы доопределяем нашу функцию, плюс бесконечность или минус, так и второй части, где мы можем найти некоторую оценку. Так вот, нахождение оценок, если оно, если вот эта внутренняя задача решается так, что точка находится внутри области, то речь идет фактически о том, что функция в этой области, ну, в этой точке гладкая, и она дает достаточные условия глобального экстрема. Если на границе, и это не так, ну, тут уже границы можно там как бы сужать, или наоборот, расширять ножи телеграмм за счет функциональной избыточной границы. В целом, где-то ситуация такая. Ну, книжку эту советую тем, кто хочет разобраться с этой техникой Новомазусевича, потому что эта техника стартовала у него где-то с 1985 года. Есть первая книжка, Шовст-Иценко, она вышла в 1989 году, она так и называлась, «Квадратичные экстремальные задачи». И вот эта техника была на них проверена. Ну, более такая полная книжка, это книжка 1998 года, она есть только на английском языке. Вот этот, если кого-то заинтересует эта книга, ну, я думаю, что вы можете ее в интернете найти, но если вдруг не найдете, кого-то заинтересует, пишите, поделимся этой книгой. Тем более, что она таких старых лет, с PDF-19. Да, спасибо за внимание. Я хочу добавить, что эта книга сравнительно недавно в «Шпрингере» была переисдана, поэтому можно даже ее в хорошем качестве, ну, пиратским способом, как это бывает делом, или официальный способ, у кого какие есть возможности, ее сделать. Так, ну, я смотрю, что по времени мы уже, ну, у нас остается еще 6 минут, до часа 15, до максимального времени семинара. Так что, если кто-то хочет еще задать или вопросы, или что-то прокомментировать, то у нас есть 6 минут. Есть желающие это сделать? Так, если нет, ну, давайте тогда закончим семинар раньше. Всем большое спасибо, кто присутствовал. Спасибо докладчику большое, которая согласилась сделать сегодня доклада Ксане Сергеевне. Спасибо всем, кто задавал вопросы, кто слушал. И наш очередной семинар планируется на 10 октября. Я не знаю, есть ли тут Михаил Мищенко, да, есть. Миша, вы слышите меня, вот, или вы не слышите меня? Да, слышу. Да, да, да. Мы с вами свяжемся где-то через неделю, и до 10 числа у нас будет время подготовиться. То есть, если вы готовы будете к 10 числу, то давайте тогда мы ваш семинар, ну, ваш семинар мы планируем на 10 октября. Хорошо, тогда договорились. Да, 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 хорошо. Хорошо, тогда всем до свидания, всем всего наилучшего, до встречи через... Через две недели, да. Лучше... Спасибо. 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 Продолжение следует...